Я как бы двигалась только в дуги. Дело в том, что всегда были мастера культуры. Так, тут еще очень важный момент. Есть синтез искусств, а есть синтез еще культуры. Это немножко разные вещи. Синтез искусств это что? Как обычно привыкли все знать, ну так, понимать. Пространственное искусство это архитектура, живопись и скульптура. Временные искусства, литература, музыка, театр, кино, телевидение и так далее. Но это как бы два направления синтеза. Но есть еще более глобальный синтез, который уже захватывает не только искусство, а и культуру. То есть философия, наука, религия, искусство. И в истории человечества мы сталкиваемся с двумя системами человеческого сознания. В этом, кстати, трагедия человечества. Почему беспрерывные войны? Почему беспрерывные на всех уровнях войны? И физические, и экономические, и политические, и художественные, и философские. Потому что есть два типа сознания человека и человечества. Есть категория людей мыслящих цельных, синтетических, а есть категория людей мыслящих ограниченных, часто. Есть даже такое понятие в философии, а и русская на востоке, адвайда и дуайда, или единство и дуализм. То есть в этом кроется вся тайна человеческой трагедии. Потому что все самые великие мыслители, которые работают энциклопедически в истории, как и в общей истории, это древний рецепт Аристоты, новое время, это Гегель, на востоке, это и Канада, в России, это Соловьев. Это философы, которые определяют этот принцип цельного знания. Для чего я сегодня говорю? Потому что все это имеет прямое отношение к нам, к нам, деятелям искусства и теоретикам практически. Я, когда я уже это осознал, еще студентом, будучи в Академии, я стал осваивать абсолютно все. Я даже помогал студентам архитектурного института делать архитектурные проекты, хотя я учился на факультете мургументального искусства. Потом, я пришел к выводу, что практически, когда я работал на этих комплексных дворцах культуры, я пришел к выводу, что мы еще и геологически пришли в Дубь. Почему? Вот смотрите, Древняя Греция, самая знаменитая памятьник Парфенония. И это мифология. Греческая мистрова по мифологии это цель. Взять Восток, мусульманство, регистратор, строго Бога, мусульманская религия. Взять, скажем, христианские центры, византийские и наш московский кредит, это христианское. Но человечество уже дальше идет. Уже мы космические, уже если на Библии говорится, 6 или 7 тысяч человек тому назад, это считается догмой. Господь просто говорит, всю Вселенную повторяю, всю Вселенную только Землю. А ученые уже доказывают, что даже наша Земля существует миллионы, миллионы лет. Уже, так сказать, конфликт. Не говоря о том, что конфликт там Коперника, систему и то Коперниковской. Мы это все знаем. То есть получается, что мы по-прежнему мыслим категориями, все наши и музеи, и храмы, как бы строятся по старинке, как бы. По националистическому ограниченному принципу. Но, тем не менее, у нас появляются новые уже тенденции. Например, особо яркий пример дают нам Всемирные выставки Экспо. Если кто интересуется историей выставок Экспо, которые существуют уже на Земле, у нас примерно, ну, 150-170 лет, начиная с середины 19 века, то все эти всемирные выставки, они в концентрированном пите дают культуру всего человечества. Но должен я вам тут сообщить такую вещь, что в России, и в царской России, и в современной России никогда еще не было Экспо. Мы проигрывали все время. В Америке около 10 было выставок, во Франции около 7. И сейчас, в последние годы, мы проиграли. Проиграли мы Милану в Италии, проиграли мы Шанхаю в Китае, проиграли Тубаю в Арабском районе, проиграли Осапо-Японии, и даже Астане-Казахстане. А почему? Потому что наши мутрицы, которые это все планируют, взяли за основу город бывший Свердловск, нынешний Екатеринбург. Ну и может ли, например, Свердловск соревноваться с Парижем, или Шанхай, или Соса, да изначально мы уже проиграли. А наши мутрицы, которые, так сказать, ну, беспрерывно высовывают свой проект в Свердловске. Я в этом, кстати, выступил на одном из архитектурных собраний, прямо в Манеже, когда была последняя выставка от Москвы. И прямо ему в этом сказали. Я говорю, ну, посмотрите, ну, есть же у нас места, хотя бы даже Москва, или хотя бы тоже Сочи, в Сочи мы олимпиады выиграли. Для чего я говорю? Потому что эти огромные планетарные выставки, они, это в маленьком, как бы, фокусе, уже маленькие города будущего, по сути. Ведь там новации во всех смыслах даются. Это, я чему это все говорю, потому что я все-таки хочу вам показать конкретно. Я сейчас немножко туда перейду. Специально я сделал стенку со своим проектом. Что я имею в виду под комплексным культурным центром города будущего? Вот я конкурс от центрального дома художника. Что я предложил? Значит, я предлагаю здесь вот сам дом центральный. Центральный дом художника. Он примерно 100 метров шириной, 30 метров высоты. Так ориентировочно. Почему я вопрос возьму? Когда жена Лужкова предложила взорвать этот дом, ну, это практика у нас такая замечательная, косинку России взорвать, еще там где-то взорвать, где-то взорвать, и жена Лужкова хотела сделать там апельсин. Ну, она на юге была, там где-то отдыхала на каких-то островах. Разрезала апельсин и взяла, заказала постеру, кстати, крупному архитектору, европейскому знаменитому, бешеные деньги ему за проект заплатила. Не согласилась ни с российским народом, ни с рукаосом. И выставила международный конкурс, чтобы построить, уничтожить, взорвать этот дом, и построить апельсин бизнес-центр у Лужкова и его семьи. Это, конечно, два года, был большой скандал общественный и был конкурс. Ну, я бы даже предложил проект, который даже архитекторы взялись. Почему? Потому что у них тоже своя санктифика, в архитекте. Что я предложил? Я предложил использовать все новейшие философские достижения человечества, синтетические, десинтез, всех философов, всех наук, всех искусств, всех духовных систем, и религиозных, и нерелигиозных, и в облике он называет. И вот, что я делаю? Я строил музей истории человечества. Вот он стоит, 365 метров. Рядом, что я делаю? Я ставлю здание, вот, кристаллическая структура, музей истории, повторяю, истории, все истории человечества, философии и науки. Дальше там, вот еще в виде лица здания, это история России. И у нас, по сути, даже нету, нету музея истории России. То, что вот у нас здесь какие-то музеи, они тоже уже несоответствуют действительность. Там и России там мало. То есть, вот это все в комплексе, а вокруг грандиозный комплекс, гостиницы, всяких там торговых центров. Ну, вот, это все уже высот перестанет, по сути. Потому что, если вот здесь поставить памятник Петру, то он вот такой высот, где наставит. Вот. А это уже 120. То есть, 120, я вам скажу, это не очень высоко. Если кто был в Нью-Йорке, так, пожалуйста, продвое, нечто 300 метров, 200 метров, нормально. Меня еще что удивило? Я думаю, что отдышать будет невозможно в Нью-Йорке. А, кажется, счастливый воздух. Там же огромный флаг, Манхель. Вашая зелья. Да и потом океан. Ух, ты готова еще три минуты. Время, да, заканчиваем. Значит, это я вам говорю, как в проект, но в какой-то степени эти идеи реализуются. Я уже говорил, что у нас в Подмосковье уже целый город, если к нам нет, подъезжает. Это уже весь мир там. Это уже есть, это уже стоит. У нас есть парк мировых культур на Калказе под Геленджиком. Это уже стоит, это есть. То есть в этом плане мы как бы движемся. Это магистральный путь мировой культуры, по сути дела. А образцы – это новейшее рякство. Вот, и вот, например, почему я еще здесь выставил скульптуру. Ну, поскольку я и архитектор, и скульптор, и живописец, и специалист по всем видам, так сказать, это искусство, которое в этой культуре. Вот я реально сделал для международного пленера скульптура. Культура нашего народа за 20 тысячелетия. Начиная от эрисбы под длинным мамонта, и дальше, дальше, как, вот скажем, первые письмена, которые считаются где-то 6-7 тысяч лет до нашей эры. Вот они здесь, это святейще Шуну возле Азовского моря. Потом, оказывается, не все это знают, что наши предки арии, поскольку уже доказано, они жили одна из святей арии, которые называли Ингию, они называли Север-Иги, и длинулись со своими гимнами, воинственными, они воинственные были. Эти гимны записаны на санскрите, поэтому новые ученые говорят, что это фактически древнейшие тексты наших предков. Поэтому здесь и санскрит. Ну и так, и тут там русское, там ее лестнице, хотя это сфорное, но тем не менее, длились. Ну а вот вокруг там все четыре стороны на тему, так сказать, нашей истории. То есть 20 тысячи лет. Ну а это календарь. Это что я вам говорю? Что казалось бы, в этом камне 3 тысячи метров всего, да, белый камень. Но можно дать в сжатом виде истории нашему культуре. Но я же фактически проектирую и парк мировой культуры. То есть, у меня всякие проектиры есть, просто они пока финансово, пока они не могут реализоваться. А уровень сознания наших государственных детей, они пока еще такой немножко склонен к такому, сугубо традиционному. Но я не отрицаю традиции. Мы не ставим вопрос уничтожать старое. Надо достраивать, настраивать по принципу ментаболизма. Это есть такая новейшая теория. Ну, я о современной искусстве, конечно, мог бы кое-что сказать, но тут говорят уже ограниченно, если не дадут еще минутки. Я, например, скажу, почему, например, Пикассо в своем культуре ничего не забрел. Ничего, это просто вас дурят в искусстве книгах. А почему, значит, ничего? Я вам могу объяснить. Сходите несколько минут. Я как, буквально. Значит, объясняй. Что делает Пикассо? Ну, во-первых, он оказался под влиянием африканских масок, африканское искусство, магическое искусство. Это во-первых. Во-вторых, кубизм. Что такое кубизм? Это изображение предмета с разных точек зрения. Ну, казалось бы, новаться. Никто так не делал. Это ложь. Любой архитектор, когда он строит здание, он всегда со всех точек зрения проектирует. Главный фасад – боковой, задний. Дом делает разрез. Это принцип пространственного архитектурного творчества. И Пикассо взял этот прием. Он на тюрьму делает, расчленяет филе, человека рисует сбоку, профиль, фаз, накладывает на длину. Но потом разрезает. Короче, калечит этого бедного и счастлива человека. И получается кубизм. Да. То есть... А почему это я на этом застряю? Потому что тот же Корбюзи, он говорил, «Моя архитектура, новая архитектура 20-х лет, архитектура рационализма, конструктива, знания ли, модернизма, как в Европе говорят». Он что сказал? Корбюзи. «Моя архитектура вышла из кубистического натюрморта Пикассо». Не случайно. Так же, как и сама кубистическая картина Пикассо, вышла, по сути, из самого принципа архитектурного мышления. Что касается всех новейших направлений 20-х века, я сам лично почти все их серьезно изучил, я мог бы отдельную лекцию на эту тему сказать. Но должен вам сказать, что вас часто дурят. Дурят эти все тексты искусствоведческие. Я, например, задал однажды вопрос. Что более современно? Первый этап абстрактных рисунков Кандинского или резьба по камню в святилище Шунун, которое было сделано 7-8 тысяч лет до нашей эры еще. Вот сравните. Вы не отличите. Даже лучше эти резьбы сделаны, потому что не на камне резьба. И Кандинский. Казалось бы, а где что-то новато всту? В чем же смысл? Оказывается, когда я изучал Восток и на Устоке был, вот у них, скажем, мусульманские храмы, у них ведь фактически тоже абстракционизм как бы. Ну, так, не в буквальном смысле, конечно, а у них орнаментальное искусство. То есть мне запрещено было изображать человека и животного. Они делали только орнаментальную систему, в общем, геометрическую в основном. Орнамент геометрический. Но у них, там нюанс был, у них была симметрия. Обратите внимание, симметрия. В этом корень тайна именно восточного искусства. А Кандинский очень просто. Он просто сдвинул эту симметрию, полонул и сделал асимметрию. Тот же квадрат, тот же треугольник. Он просто уже делает асимметрию. Ну, и так далее, и так далее. Могу говорить до бесконечности. Но еще раз я повторяю. Вот этот, заканчиваю. Вот этот проект, который предлагают. Сейчас заинтересовал некоторых архитекторов. Мы планируем делать выставку «Город будущего». Но я не знаю, у нас созреет ли общественное сознание. Потому что правительство должно осознать, что это надо. Вот когда я это осознаю, и если мы сделаем такой центр, то вся Европа, Америка, тогда двинется за нами. Так же, как в 20-30-е годы, когда русский конструктивизм фактически оказал революционное воздействие на всю мировую архитектуру. Это факт, вы должны знать. Это было мощное социально художественное движение конструктивизма 20-30-х годов. Ну, потом сталинский период. В общем, я заканчиваю. Я могу говорить еще сколько угодно, на любые вопросы, если, конечно, вы разрешутили. Если, может, вопросы есть? Есть у кого-нибудь вопросы? А у меня вопрос. Послышнее задавайте, какого курса. Только, пожалуйста, кратко. А государь, ну, как сказать, на уровне, на конкурсе? Правильно, Раядович, Апичай? Ну, видит, что там речь? Конечно, я делал конкурс. У нас еще была гостиница России. Я был участник. Мне даже дали там, главный архитектор дал грамоту. Я предложил там, что я предложил? Парк мировых культур. А что они приняли? Америка. А, видите, надо, так сказать, поклониться Нью-Йорку, Америки. Да она уже встала от Америки. Они уже, понимаете, они уже, у них однополый брак, уже официально. У них уже, я не знаю, куда вы пьете. Поэтому, значит, мой проект талии грамот, а проект утвердили в зарядье. Пойдите, посмотрите, что они сделали. Спасибо. Все. Спасибо. Приблажаемое выступление Юрий Владимирович Садова, комитет исторических наук, доцент, преподаватель истории и общества знания ПГБУ, Санкт-Петербургский, Канецкий военный корпус, Министерство обороны Российской Федерации. Тема доклада «Три полотна картины Ленин, про облашение Советской власти». Втором съезде Советов. Съезде Советов. Съезде Советов. Я по себе, я преподаватель-историк Санкт-Петербурга Дагестского корпуса, совершенно не знаком с искусствоведческой деятельностью. Поэтому на раннем прошу меня извините, если я буду использовать несоответствующие термины. Я, допустим, до сих пор так и не знаю. Я не знаю, как правильно говорить, художник пишет или рисует. Прошу заранее меня простить. Правда, тут же возникает вопрос, а что этот историк тут делает? Отвечу. Знаете, это выступление, это крик души, на самом деле. Я ведь сюда пришел не только выступить с докладом, но и попросить у вас совета, помощи. Потому что я понимаю, здесь сидят эксперты, специалисты. Они мне могут помочь в моей научной деятельности. И любой совет я приму с благодарностью. Ну а теперь, собственно, о теме. Два года назад я посетил Финлядию, меня пригласил мой друг, профессор университета Тампере. Он пригласил город Тампере, город рабочих. И случайно в этом городе в свое время был основан музей Ленина. Таких музеев было несколько, вы знаете, да, за рубежом. Во Франции, в Польше. Но он остался один-единственный. В городе Тампере. В музее много интересных экспонатов, связанных с Владимировичем Лениным. Но я обратил внимание на, казалось бы, известную всем нам картину. Ленин продолжает советскую власть, да, кисти Серова. Там и написано, подписано. Серова, табличка. Вот. Но эта версия мне была неизвестна. Обратите внимание, за спиной Ленина мы видим, да, известные исторические персонажи. Сталин, Свердлов и Держинский. Мы же воспитаны, да, в советское время, на такой же картине, да. Там была картина, была иллюстрация, по-моему, к учебнику «Родная речь», к истории. Там не было этих персонажей. Я приехал домой, залез в интернет, потом в справочники. И обнаружил, что, собственно, картина-то имеет очень интересную историю. Но самое главное, то, что финская картина совершенно неизвестна в России. Они не знают. По сути дела, я сейчас открываю вам эту картину. Ну, два слова, конечно, надо сказать, у Владимира Александровича Серова, мне кажется, в моем мнении. Я думаю, вы разделяете это мнение. Это удающийся советский художник. Его картины, ну, певец Лениан, его картины выставлялись на лучших выставках, хранились в лучших музеях и хранятся. Вот. Ну, вот, он много писал или рисовал. Но вот одна из важнейших его тем, тем его творчество, это Ленин, разглашающий советскую власть на втором сети Советов. То, что мы видим. Вот. Он написал несколько вариантов этих картин, ну, в связи с тем, что посыпалась тема благодатная, посыпалось много заказов. Ну, плюс еще наложилась дисталинизация, которая потребовала брать с полотна известный нам персонаж. Так вот, я с чего начал? Естественно, обратился к справочникам. Есть перечень произведений Серова, составленный Лебедевым. Где, да, там действительно говорится о том, что существовало три версии. С вождем и без вождем. Начну с второй версии. Она была написана в 62-м году. Оригинальная картина находится... А, вот сюда Серова. Знаете... Так, она была... Она написана в 62-м году и сейчас находится в Третьяковской галерее. А вот первый вариант, достаточно любопытная тема. Был написан к 30-летию Октябрьской революции в 47-м году. И, кстати, за эту картину Серова получил первую сталинскую премию. Он был ряд двух сталинских премий. Да, народный художник и... Человек-корреспондент и даже был президентом, да, академий художник. Вот, так вот... Эта картина в 48-м году была подарена Мао Цзун. Удивительно, но в интернете входит информация о том, что эта картина утеряна. Ничего подобного. Она дожила до наших дней. Она хранится в Национальном музее Китая. Пожалуйста. Это вот скриншот сайта. Мало того, эта картина широко известна китайской публике, хотя бы потому, что в учебниках истории имеется изображение данной картины. У меня есть два учебника. С 9 и 10 класса. Мне прислались китай. Так, вся эта картина разобралась. Мы теперь знаем вторую картину, да, которая располагается в Финляндии. Но вот когда я начал переписку с сотрудниками музея Камбери, я думал, что все очень просто будет. Сироп, вот он. Но выяснилось, что все так просто. Научный сотрудник музея госпожа Мия Хейни Маа, вообще мне это объяснила нам такую любопытную вещь. Вообще, для Финляндии эта картина, по сути, которая хранится в Тантере, не имеет никакой художественной, научной или материальной ценности. Для них эта картина всего еще иллюстрация жизни и деятельности Владимира Чарина, председателя Совета народных комиссаров, признавшего Финляндскую республику. Все. А почему, дело в том, что картина в Тантере не имеет подписи, и документов о ее поступлении в музей нет. Когда, за каким автором, никакой информации вообще нет. Единственный человек, который мог бы сказать об этой картине, это первый директор музея Ленина, который, к сожалению, ушел из жизни. Мия Хейни Маа прислала мне фотографии в середине 50-х годов. Это впервые, кстати, эти фотографии из ее личной коллекции. Эти интерьеры, сейчас они несколько видоизменились в музее. Так вот, она что могла мне точно сказать? Да, картины поступили где-то в начале 50-х годов, до десталинизации. И посоветовал мне обратиться в Государственный исторический музей, ГИМ. Также к его сотруднику, эксперту, Дмитрию Эдуардовичу, задирать. Почему ГИМ? Ну, потому что ГИМ – это прямой наследник музея Ленина. Центрального музея Ленина. Он тогда говорил, я позову тебя в музей, сказала у нас сестра. Так вот, этот музей, он курировал все эти музеи за границей. Возможно, там остались какие-то следы. Подарки, передачи. В Финляндии. Я обратился к Эдуару Даниловичу. Вы знаете, он мне сказал, что он ничего не знает про женскую карту. И в музей нет информации про этой карте. Правда, он порекомендовал мне обратиться. Во-первых, еще здравствующему тогда ученику Серова Юрию Владимировичу Белову. Дело в том, что он в Ленинграде, он из Санкт-Петербурга. Мне, в общем-то, было достаточно удобно с ним связаться. И еще порекомендовал мне задирак обратиться в Аргаск. Это Российский государственный архив социально-политической истории. Может быть, там что-то сохранилось. Там в свое время архив Центрального музея Ленина как-то там делился, рвать его. Значит, я обратился к ученику Владимира Владимировича Серова. Юрий Владимирович, следователь у меня на квартире, Юрий Владимирович ничего не знал о картинском карте. Но он сказал, что существовала третья картина, в которой он участвовал в написании этой картины. Дело в том, что... Вот сегодня как раз говорили про Экспо. Дело в том, что был заказ в 1958 году. Первая послевоенная выставка Экспо проходила в Брюсселе. Там готовился грандиозный павильон советский. И к этой выставке был заказ написать картину. Картину 10 на 4 метра, можете себе представить. Естественно, Серов не мог отенасилить написание этой картины. Поэтому он привлекал своих учеников. В том числе и Юрий Владимирович. Я ношу в интернете интерьеры советского павильона. И даже вот эту картину, на фоне которой фотографируются солдаты нам. То есть, несомненно, эта картина выставлялась. Была частью советской экспозиции. Где сейчас она? Юрий Владимирович сказал, что, скорее всего, утеряна. И он ничего не...